Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». В Рязани открыт 76-й сезон театра Нособорной. Какие премьеры увидят зрители в этом году, расскажет наш гость Марина Есенина, художественный руководитель. Здравствуйте! Добрый день! Расскажите, как подготовились к новому сезону? Господа актеры и сотрудники театра отдохнули полной решимости радовать дальше нашего рязанского зрителя. Мне, конечно, очень радостно отметить, что это очень приятно, мне сказать об этом как художественному руководителю, что в начале этого сезона мы не потеряли никого из наших любимых актеров. Они уже все стали родными для меня, естественно, за каждого из них душа болит. Театр наш приобрел трех новых актеров. Три новых актера пришли в наш театр, скажем так, относительно новых. Вернулся в наш театр актер Илья Комаров. Это очень радостно и для меня очень радостно. В нашем театре появилась новая актриса Марина Золанская, которая известна рязанскому зрителю. Она до этого работала в Рязанском областном театре драмы, теперь работает у нас, чему я тоже очень рада. И у нас появилась еще молодая, пока еще малоопытная, на мой взгляд, очень перспективная актриса Екатерина Волкова. То есть у нас произошли определенные пополнения, на этих актерах мы очень рассчитываем. И думаю, что они украсят не только репертуар, а будут радовать наших зрителей в полную мощь своего таланта и дарования. Изменился кадровый состав, а поменялся ли репертуар театра? Сейчас вот как бы этот вот сезон, я могу сказать, то есть планы у нас на этот сезон, конечно, творчески огромные. Сезон очень насыщенный будет для нас. Тот сезон был для нас очень насыщенный, он был юбилейный. Вот этот сезон будет, на мой взгляд, не менее интересен, даже, пожалуй, и более интересен. Вот, если мы решим все эти творческие задачи, которые мы поставили перед собой, я буду несказанно этому рада. Ну, сейчас подробнее, наверное, да. Вот летом, значит, мы начали работу над новым спектаклем. Это спектакль по пьесе Александра Николаевича Островского «Женеть Бальзамину». 24-го числа мы с радостью ждем на премьеру наших зрителей. Начнем мы с этого. В сентябре, еще пока не откроется театральный сезон, наш театр... Это уже такой у нас стал фестиваль, фестиваль традиционный, театр на Соборной «Дети могласти». То есть наши актеры поедут со спектаклями колесить по городам и весям нашего края. Какие мероприятия вы еще готовите? В ноябре месяце наш театр уже до этого проводил. У нас будут проходить творческие мастерские. То есть мы пригласим в наш театр режиссеров из Санкт-Петербурга, Москвы, интересных режиссеров, на мой взгляд, драматургов, где примерно в течение недели они будут работать с нашими актерами над эскизами спектаклей. Соответственно, по результатам этой лаборатории, этих мастерских, у нас в декабре месяце планируется выпуск спектакля. Что это будет за пьеса, мы еще пока не знаем. Это будет выяснено в процессе творческих мастерских. Еще одни творческие мастерские. В прошлом году мы выиграли грант президента Российской Федерации на проведение этих мастерских. В течение 10 дней на базе нашего театра и также на выездной базе будут работать эти творческие лаборатории. Это уже будет опыт, охватывающий более широкий спектр не только Москва, Санкт-Петербург, Лязань. Я думаю, у нас будут также представители Урала, Сибири. Мы хотим сделать такой спектр, сделать такой анализ и готовим методологию работы на этих творческих мастерских. Какие люди задействованы в работе? Драматурги сейчас пишут о своей молодости, о своем детстве. Подростки сейчас уже немножечко и по-другому говорят, и по-другому мысли. Тут мы хотим погрузить их в атмосферу, в месте всех, где ребята в творческом направлении. То есть это будут дети не только из благополучных семей, но и дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Это такой интересный, на мой взгляд, будет эксперимент, который даст и хорошую почву для раздумий не только нам, театралам, но и как бы людям, связанным с театром, который пишет историю для театров, то есть для драматургов. Вот такой у нас будет глобальный проект. Следом за этим проектом у нас стартует в апреле месяце фестиваль «На пороге юности», хорошо известный нашему рязанскому зрителю. И уже ближе к концу сезона, в мае месяце, мы выпустим спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Васильевича Гоголя, «Ночь перед Рождеством». Ну и под самый занавес, так уж как бы скажу, у нас будет выпущена небольшая летняя сказка, выездная сказка для детишек. То есть мы будем ее, опять же, ну грубо сказать, катать по нашим районам. А почему были выбраны именно эти произведения? Ну естественно, то есть они выбирались не просто так. В нашем театре давно не шла классика. То есть классический репертуар, то есть так я второй год являюсь художественным руководителем, есть определенные проблемы. Проблемы в репертуаре нашего театра, которые мы сейчас пытаемся восполнить. То есть у нас сейчас практически идет полное отсутствие вечерних спектаклей. То есть за год, конечно, за прошлое это было нельзя решить, и мы постепенно как бы пытаемся решить эту проблему. «Женить бы бальзамину» как нельзя. Замечательный репертуар. То есть это интересная нашим школьникам, это и школьная программа. И темы, которые там затрагиваются, на мой взгляд, весьма любопытны и интересны. Во всяком случае, я надеюсь, что этот спектакль, который у нас выйдет в октябре месяце, заинтересует наших зрителей. И тематика это заинтересует. То есть, соответственно, когда возник этот вопрос, и когда мы обсуждали это в нашем театре, то есть мы вот пришли к выводу, что, пожалуй, вот эту пьесу стоит поставить. То есть я как режиссер в данном случае этого спектакля, то есть мне самой любопытно поработать с ранней драматургией Островского, это относится к ранней драматургии, потому что это очень любопытный материал, и тот персонаж, который там возникает, Миша Бальзаминов, мы, конечно, все хорошо знаем Георгия Витцина в этой роли, но, на мой взгляд, там история сейчас получает несколько другой оттенок, несколько другой смысл, и, по-моему, не настолько весела и беззаботна, как это в замечательном фильме снято, а в концепции нашего времени, по-моему, там есть над чем подумать. Есть над чем подумать, и те проблемы, которые он ставит в беззаботности, и человек, который хочет получить все, ничего не тратя, и самое интересное у Островского, он это получает в финале. То есть вот это самый интересный момент пьесы, и конфликт кроется, наверное, в чем-то другом. Вот мы этот конфликт пытаемся вскрыть и как бы дать почву для размышления, как мы не только себе здесь, мы об этом будем размышлять, пока будем ставить спектакль, но и нашим зрителям, что просто так, наверное, ничего не дается, что за это нужно будет платить. Вот эта пьеса выбиралась таким образом. Говорят, что театр отражает жизнь. Что отражает современный театр, ваш театр? Первый год, мы, конечно, детский театр. И на нашем сайте наши зрители замечательные постоянно пишут, хотим сказку, хотим сказку. В прошлом году мы порадовались сказкой «Царевна лягушка», за которую зритель проголосовал ногами и делал наш театр. А «Ночь перед Рождеством», «Колорит Малоруссии», плюс опять же те проблемы, опять же, это, скажем так, все равно это сказка, да, «Ночь перед Рождеством», черти, бесы, где проблемы, вакула с несчастной любовью, проблемы выбора, проблемы постоянства. То есть это то, что, на мой взгляд, ориентирует, опять же, нашего зрителя, то есть дает им какие-то нравственные ориентиры, которые сейчас немножечко, ну, что, кривить душой, замываются. Вот, и поэтому ни навязчиво, ни с позиции ментора мы попытаемся нашим зрителям тоже в этом спектакле порассуждать на эту тему. То есть вот таким образом, как бы, у нас выбирались два этих спектакля. Вот, и также, как бы, летом мы уже начнем дальше, как бы, раскрывая немного в наших планах, стоит постановка пьесы «Улими Шекспира. Зимняя сказка», которая тоже, казалось бы, Шекспира. А почему именно ставка сделана на классику? Все идет к вопросу тому, что, как бы, репертура нашего театра требует пополнения классическими произведениями. То есть, как бы, драматургия, как бы, разного плана, это хорошо, но в первую очередь, конечно, почему классика – это классика, потому что она является, уж здесь я не буду оригинально, носителями каких-то основополагающих, каких-то базисных истин, которые можно, иногда даже нельзя сформулировать, наверное, которые можно почувствовать, потому что это так написано, что это уже практически тяжело испортить. Вот. И это, конечно, налагает большую ответственность работать с таким материалом, тем более, налагает ответственность на меня, как на режиссеров, уже художественного как на режиссера, как бы трактовка и понимание этой классики. То есть, естественно, хочется прочесть это по-своему, только как ты это чувствуешь и понимаешь. То есть сыграть свой театр и заинтересовать этим театром зрителя. Вот, собственно говоря, как бы с таких позиций и выбирались эти пьесы. А в дальнейшем, я думаю, что у нас будет эта система развиваться и дальше, будут выпускаться и спектакли классического репертуара. Как я сказала, у нас сейчас будут идти пополнения на малой сцене по результатам творческих лабораторий. Еще у нас выйдет один спектакль уже по современной драматургии. То есть мы попытаемся сбалансированно давать интеллектуальную информацию нашему зрителю, эмоциональную информацию нашему зрителю и в том и в другом направлении. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. До скорой встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok